Приветствую всех любителей Игры Миллионов на своем канале Футбол Сан. Презентую свои впечатления про матч пятого тура АПЛ 20-23-24 Борнмут Челси, которые нас, украинцев, привлекают прежде всего противостоянием Илья Забарна и против Михаила Мудрыка. Оба вышли в стартовом составе своих команд, Мудрик как раз и создал первый опасный момент в поединке, когда совершил прорыв по флангу и опасно прострелил вдоль ворот. Мяч рикошетом прошел мимо цели. На 12-ой минуте Мудрик обыгрался с Джексоном в стеночку, что вывело форварда Челси на ударную позицию. Удар по центру штрафной, штанга. Столичные гости имеют заметное преимущество, а хозяева надеются использовать свой шанс в контратаках. И едва не открыли счет. Уттара слева ворвался в штрафную площадь Челси, но не смог переиграть выскочившего навстречу Роберта Санчеса. Отличный сейф испанского голкипера спас лондонских аристократов от верного гола. На что Стерлинг быстро ответил похожим расстрелом с той лишь разницей, что Борнмут от гола спас защитник. Мудрик своим пасом опять создает проблему в защите Борнмута. Только вот Галлахер с отличной позиции пробил ровно по центру ворот, туда, где и находился голкипер команды соперницы Нету. Дальше Мудрик стал нарушать правила. Сначала обрезался, попытался быстро исправить свой косяк и сбил соперника возле свадей штрафной площади. А буквально через минуту уже скосил оппонента на половине поля Борнмута. В итоге желтая карточка на 41 минуте. Аристократы могли забить и после перерыва, когда Стерлинг со штрафного попал в перекладину возле девятки. Мяч от линии отскочил в поле, а когда оказался в сетке после удара, то оказалось уже оффсайд. Кстати, штрафной хотел пробить Мудрик, но Стерлинг уверенно отодвинул украинца, мол хватит с тебя и навесов со штрафных с дальних дистанций. Мудрика заменили на 63 минуте. А что же Илья Забуарный? Играл надежно, вовремя вступал в борьбу, своевременно перекрывал соперников, опережал их, стоял в стенках во время пробития игроками Челси штрафных. В общем, принимал самое активное участие в обороне неприкосновенности своих ворот. Хотя сделал парочку неточных пасов, которые приводили к опасности у ворот Борнмута, но до голов дела не дошло. Джексон еще раз устроил нервотрепку у ворот хозяева поля, но затолкать мяч в сетку не удалось никому. А потом уже Санчес в последний момент подставил ногу под мяч, который летел в ворота Челси. Джексон красиво пробивал головой в упор голкипер Борнмута на месте. Еще парочку перспективных моментов было взмарновано. Восемь добавленных минут пролетели как миг. 0-0. У Челси 14 место и 5 очков. 15-е у Борнмута, 3 балла и ни одной победы. Болеем за наши команды, всем нам украинцам, мужности, твердости духа Татар Пиня, россиянам осознание того, что они творят в Украине, а людям всего мира, мирного неба над головой. С вами был Саныч, до новых встреч. Зустремлюсь.